МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Причал в студии Людмила Крупенчик. Сегодня в выпуске. Последняя инстанция. Жители Елизова написали открытое письмо главе региона с просьбой помочь разобраться с нерадивой управляющей компанией. Круглогодичные санатории могут появиться на базе детских лагерей. Губернатор дал соответствующее поручение региональному Минздраву. Реконструкция причалов и строительство порта хаба в Петропавловске должны помочь в снижении цен. Проблемы высокой стоимости доставки грузов на полуостров обсудили в правительстве края. В первые будни 2013 года Камчатка вместе со всей страной гуляла почти 10 дней. Проверкой деятельности управляющей компании завершилась встреча губернатора с жителями ряда многоквартирных домов Елизова. Они обратились к главе региона с открытым письмом. В документе жильцы отметили, что исправно платят за коммунальные услуги. Суммы, в частности, за электроэнергию и общедомовые нужды, неоправданно высокие. При этом долг управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями постоянно растет. Елизовчане боятся, что в итоге за все платить придется им самим. Владимир Илюхин встретился с жителями, представителями управляющей компании и местных властей. Губернатор подчеркнул, что подобной ситуации настоящее бедствие не только для Камчатки, но и для многих других субъектов России. Глава региона поручил проверить деятельность компании «Спектр», которая обслуживает дома обратившихся граждан, и посоветовал платить напрямую поставщикам энергоресурсов, либо поменять управляющую компанию. Между тем, по словам главы Елизовской администрации, жильцы уже 15 домов провели собрание и решили вести расчеты по услугам ЖКХ напрямую. Оздоровление детей – одна из важнейших задач камчатской медицины. Этот вопрос, в числе прочих, обсуждался на первом в новом году заседании Совета при губернаторе по развитию гражданского общества. В минувшем году на 20% выросло количество детей с заболеваниями верхних дыхательных путей. Основными методами выхода из создавшегося положения специалисты считают своевременную вакцинацию, пропаганду здорового образа жизни и санаторно-курортное лечение. Причем выезды в южные регионы страны не всегда дают необходимые результаты. Губернатор отметил, что необходимо создавать круглогодичные санатории на базе камчатских лагерей отдыха и дал соответствующее поручение министру здравоохранения региона. Другой негативной тенденцией является рост числа заболевших туберкулезом. Это происходит в основном из-за недостаточно активной работы по своевременной вакцинации, а также нежелание людей проходить флюорографическое обследование. И это не единственная проблема. В наших поликлиниках, к сожалению, сейчас отсутствуют врачи, которые смогли бы организовать должную профилактику и лечение данных заболеваний. А именно врачи-пульмонологи, врачи-аллергологи, врачи-иммунологи. Причина, наверное, в отсутствии кадров не вина руководства, а специфичность отдаленность района и невозможность привлечь кадрю. У нас есть предложение по данному вопросу. Мы хотели бы в рамках рабочей группы эти предложения озвучить. Еще волнует вопрос нас по росту случаев туберкулеза, заболевания туберкулеза среди детей в Камчатском крае. Очаг – это Пенжинский район, прирост там ежегодный. По состоянию на 2010-2011 год увеличилось на два случая. С 2010 по 2011 также на два случая. То есть прирост один-два случая заболевания туберкулеза у детей ежегодно. Еще одной важной темой обсуждения стала высокая стоимость транспортных услуг морского торгового порта Петропавловска. И, как следствие, серьезное увеличение конечной стоимости товаров. По словам губернатора, ситуация с торговым портом действительно непростая. В этом процессе задействовано много сторон, каждая из которых не желает упускать свою выгоду. В настоящее время правительство региона совместно с Федеральным агентством морского и речного транспорта рассматривает варианты мер решения вопроса. Среди них реконструкция существующих причалов и строительство на базе порта транспортного хаба на Северном морском пути. С 1 января все поликлиники Петропавловска перешли в краевую собственность. Такой передачи требует Федеральный закон об обязательном медицинском страховании. На баланс краевым властям отданы абсолютно все муниципальные учреждения здравоохранения. Среди 13 объектов детские и взрослые поликлиники, городской травмпункт, стоматологическая поликлиника. По расчетам специалистов со сменой собственников финансирование медучреждений скорее всего увеличится. Для пациентов переход не более чем юридическая формальность. Действующие полисы менять не надо, больницы будут продолжать работать в обычном режиме. Из-за реформы в администрации Петропавловска упразднен отдел здравоохранения. Сети-менеджер Алексей Алексеев встретился с главными врачами городских больниц, поблагодарил их за многолетний добросовестный труд. Есть какая-то грусть с расставанием, потому что мы не смогли, не успели поработать. И, конечно, есть определенная радость в том, что все-таки государственные учреждения под министерством, я думаю, что будут развиваться. Первые будни 2013 года. Камчатка вместе со всей страной гуляла почти 10 дней. В центре Петропавловска торжества начались еще до нового года. Главные события должны были состояться вечером 31 декабря. Однако погоду на юге полуострова испортил циклон. Из-за штормового ветра и снегопада народные гуляния в центре краевой столицы перенесли на 6 и 7 января. Пришедших в эти дни к главной елке полуострова ждали Дед Мороз со Снегурочкой, много конкурсов, песен и танцев. И дети, и взрослые предавались зимним забавам, преодолевали ледяной лабиринт, катались на горках. В этот раз, чтобы избежать травм, установили не одну большую конструкцию, а несколько маленьких. 6 января над городом прогремел и перенесенный из-за непогоды фейерверк. Он длился 7 минут, организаторы сделали его многоярусным. В новогодние праздники полуостров отметил и Рождество. В Сочельник вечером 6 января православные собрались в храмах на торжественные богослужения, в том числе и в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы. На следующий день в Петропавловске прошел крестный ход. Он начался торжественным молебном в мужском Свято-Пантелеймоновском монастыре. Затем участники хода прошествовали к памятнику святым апостолам Петру и Павлу. В церемонии помимо священников приняли участие первые лица края и города во главе с губернатором Владимиром Илюхиным. Епископ Петропавловский Камчатский Артемий поздравил камчатцев с Рождеством и Новым Годом. 2013 год. Пусть принесет каждому счастье и радость. Пусть в семьях будет больше звонких детских смехов. Братья и сестры, с Рождеством Христовым. Торжествуйте и ликуйте. Ибо родился Христос спас наш и открыл нам путь в жизнь вечную. Христос рождается. Славите! С праздником, дорогие камчатцы! 7 января в центре Петропавловска состоялся большой спортивный праздник – чемпионат города по экстремальным видам спорта. Напротив главной елки организаторы построили снежный трамплин. Если в прошлые годы длина горы для разгона спортсменов не превышала 2,5 метров, то в этот раз они могли набрать скорость на 5 метрах. Кто сильнее в своем виде спорта, в Рождество выясняли сноубордисты и горнолыжники. Давно не было такой горки. Порядка 12 лет. Эта горка для вас, молодежь, во имя фестиваля молодежь Камчатки, во имя молодежь экстрима. Все для вас, для того, чтобы вы могли развиваться. Я сам люблю горные лыжи. На сноуборде не пробовал, честно, но попробую. На старт вышли 23 участника. Лучшим сноубордистом стал Алексей Козлов. На втором месте оказался Алексей Осовицкий, на третьем Дмитрий Григорьев. Победителем у горнолыжников был признан Кё Хэй. Оставшиеся призовые места распределили между собой Сергей Парфенов и Руслан Заплава. Судьи также определяли, кто из экстремалов показал самый эффектный трюк. Всем победителям достались медали и ценные призы, а зрителям масса эмоций. Завершился и чемпионат Петропавловска по хоккею с шайбой. Уже во второй раз его победителем стала команда «Русский двор». Финальные игры первенства проходили на ледовой арене комплекса «Атмосфера». Всего в борьбу за лидерство вступили 8 команд, представляющих спортивные объединения и трудовые коллективы Краевого центра. Хоккеисты «Русского двора» и «Дорожника» провели красивую игру за право носить имя абсолютного победителя. Однако уже в ходе ледовых атак стало ясно, кто станет чемпионом. Спасибо вам за тот праздник, который вы нам делали в течение этого времени. Зрелищные коллеги и дебютант команды «Дорожник», которая дошла до финала, и ветераны, но и наш действующий чемпион «Русский двор», и всем тем командам, которые приняли участие. Да, впереди Кубок Краев, но мы не будем останавливаться на проведении этих мероприятий. Мы учили еще один чемпионат Кубок главы администрации городского округа Крымова-Камчатска. Поэтому я думаю, что зрелищный еще будет, но небольшой уходы и опять борьба. Хокке играет настоящий мужчина. Ну а мы обещаем вам поддержку, а зрители просят также приходить на наши матчи и бореть за любимую команду, за любимых жителей города. В результате встречи «Русский двор» оправдал звание сильнейшей команды. Его он получил еще на прошлогоднем чемпионате. В этом году победители просто разгромили соперников. Счет финальной игры 8-2. Третье место досталось команде «Водник». Дорогие друзья, хотелось бы сказать вам большое спасибо за то, что мы играем в такой прекрасный группе «Хоккей». И наш «Хоккей» развивается, растет. И с каждым годом все тяжелее и тяжелее становится соревноваться с многообразовывающими коллективами. Команда «Дорожник» – вы просто хорошая команда. «Динамо» – молодцы. «Водник» – «Веселик». «Верогласно, так держать». Ребята, играем в «Хоккей». Спасибо администрации, что поддерживают наш развитие «Хоккея» на Камчатке. А мы готовы играть и показывать хороший «Хоккей». Зрители радуются. Приходите, болейте за нас с удовольствием. «Трус» не играет в «Хоккей». Только самые яркие события из жизни Камчатки. Это были новости на телеканале «Причал». В студии работала Людмила Крупенчик. Далее в программе прогноз погоды от Камчатского гидрометеоцентра. Всего вам самого доброго.